Приветствую вас! Вам в этой ситуации необходимо наладить общение с сыном на самом деле, потому что, значит, чтобы ребенок не говорил, все равно это, знаете, ну, не то на самом деле, на что вот прямо нужно обращать внимание. То есть, я имею в виду сейчас что? Я хотел бы, чтобы вы меня постарались вот правильно понять. Значит, во-первых, значит, ваш сын, он может находиться под давлением. И этого факта никто совершенно не обменял. Давление у него может быть достаточно сильное, и как бы там могут руку приложить и родители, то есть я имею в виду ваши, ну, недоброзелатели, да? Вот. И, может быть, кто-нибудь еще. Тут, наверное, все-таки вам, пожалуй, лучше знать. И то, что может произойти реально, это то, что ваш сын просто-напросто вас забудет, если вы, ну, не будете уделять ему время, достаточное количество времени. Если вы не будете проводить время, то ваш сын просто вас забудет. А ему, по сути, скажет только то, что, вот, видишь, вот, мама твоя с тобой не общается, мама твоя видит, видит, видит тебя не хочет больше. И все. И все. И все. И с цель вас забыть. Понимаете? То есть, ситуация, то она, на самом деле, вот, именно такая. Она не очень хорошая ситуация, на самом-то деле. Вот. Поэтому и вам я рекомендую в этой, в этой же ситуации время не тянуть. То есть, как можно быстрее, как можно быстрее эту ситуацию разрешать. Чем быстрее вы ее разрешите, тем будет лучше для вас. И для вашего ребенка, кстати, тоже. Это, значит, то, что касается вашего первого вопроса, который вы задаете. Вот. Теперь дальше, дальше идем. По поводу того, что вы пишите, значит, что вас по какой-то причине лишили сына, лишили общения с сыном, вы проходите психоневрологическую экспертизу. Откуда это вообще взялось? Почему вы проходите психоневрологическую экспертизу и по какой причине вам ее назначили? Знаете, я думаю, что вам не хватает очень сильно юридической подготовки здесь, потому что никто не вправе лишать мать общения со своим ребенком, если она не врет ему вред. Если она не вредит ему. Я уверен, что вы своему силе не вредите. Вот. Значит, далее, о чем вы говорите далее? Далее вы пишите такую вещь, значит, что ваш сын как бы манипулирует вами. И не только вами, но еще и, значит, ну, другими родными тоже. Вы знаете, я бы не хотел вот как-то высказываться негативно по поводу, ну, по поводу вас, по поводу, я имею в виду, ваших, ваших, ну, ваших родных, вашего свидетеля и вас в том числе. Вот. Но скажу только, не думали ли вы о том, к кого приходится вообще ребенку? Он, мало того, что он не может нормально учиться, мало того, что он чувствует себя, как бы, ну, знаете, таким, такой, я бы сказал, размерной монетой в противоборстве между вами и вашим сожителем. Вот. Так еще и его мотают туда-сюда и не дают ему нормально вообще жить. Понятно, что он будет, значит, манипулировать. Правильно он будет манипулировать. Вот. Все, что угодно, лишь бы защитить себя. Это нормальная реакция мальчика на внешние угрозы. И мне кажется, что, чтобы их не было, опять же, поймите, что ребенок не мог, значит, взять это из ниоткуда. Если он, как вы говорите, манипулирует вами, значит, у вас в семье или в той среде, где он, ну, где он находится, где он живет, да, в той среде принято так делать, принято манипулировать. И поэтому он, как бы, подсматривает модели поведения, которые видит, видит их эффективность и сам так поступает. На самом деле, вот, как бы, и все, понимаете? Он просто поступает так, как он видит. Чтобы, по сути дела, добиться своих целей, достичь своих целей. Можно ли его в этом обвинять? Ну, в принципе, в принципе, обвинить, конечно, легко. А вот, другое дело, что это даст, это уже вопрос, как вы, я надеюсь, понимаете, другой. Вот, но я на вашем листе, конечно, вперва бы подумал о ребенке и подумал, каково ему, и вот, как вообще произошла такая ситуация, что ему вообще понадобилось вот так себя вести, понимаете? Вот, ведь от хорошей жизни он начал, вот, заниматься подобным. Вот, об этом постарайтесь подумать. Ну, а вам я рекомендую более тщательную проработку своих прав в контексте, ну, в контексте законодательных норм, чтобы не позволять лишать себя общения с ребенком, понимаете? Ребенок это очень внушаемое существо, и если, например, ему будет говорить, что вы плохая, он будет действительно верить в то, что вы плохая. И не потому, что он будет так считать, нет, а просто потому, что у него, как бы, выбора другого не будет, ибо он не будет иметь возможности услышать другую позицию, по сути дела. Поэтому, если вы хотите, чтобы ребенок как-то, ну, как-то вот вас воспринимал, то с ним нужно общаться. И на самом деле, мне кажется, что, знаете, вот, отец, сожитель, я имею в виду, сожитель ваш, он именно этого и добивается. То есть он добивается именно того, чтобы ребенок вас забыл, чтобы ребенок, ну, стал негативно настроен по отношению к вам, и тем самым, например, значит, на том же судебном, допустим, заседании, да, вот, сказал бы, что... Не хочет больше с вами общаться, не хочет, там, с вами взаимодействовать и прочих, прочих, прочих. То есть позиция вашего сожителя, на мой взгляд, она совершенно такая вот прозрачная, и ее просто нужно понимать, вот, и стараться, наверное, относиться к ней. Я даже не говорю как-то негативно, потому что это не имеет смысла, негативно вы относитесь к ней или нету, позиция остается в позиции, вот, просто ее нужно принимать во внимание, вот. Ну, вообще, очень жаль вашего ребенка, что ему приходится через через все это проходить, потому что... Можно себе представить, насколько это его травмирует, можно представить себе. И я хотел бы просто, чтобы вы помнили об этом, чтобы вы вот не забывали о том, кому реально тяжел. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы у вас остались, буду рад вам помочь. Ситуация сложная, вы, в принципе, можете даже, наверное, обратиться в раздел нашей студии ириспруденции для того, чтобы, может быть, вам там помогли найти какой-нибудь выход из ситуации. Такой более-менее премием и для вас, имеется в виду с точки зрения ириспруденции, вот, и тогда, возможно, вы свою проблему с ребенком решите, вот. Если у вас остались вопросы по психологии, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи.